Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, как я обещал, вечером должен я попробовать пройти до Лиги Мастеров 3 звезды. Меня опять сбросили до 2 звездочек, но чисто арена ребята, сегодня будет чисто арена. Я думал, может быть сделать все-таки ее за кадром, но решил, ну мало ли кому-то будет интересно. А может быть тот не поверит, что я сделал то, что сделаю. А что я сделаю? Ничего такого, просто дойду до топчика. Я по крайней мере на это надеюсь. Вот, завтра я буду работать, завтра понедельник ребята, завтра не забываем у нас новая неделя. И если я остаюсь в топчике, то мы с вами прокачиваем персонажа в платиновый ранг. В принципе вся эта затея именно для ребят осколков делается. Так, ну что, я вернулся в Бигу Мастеров 3 звезды, 97 позиция. И будем сейчас потихонечку, потихонечку проходить. Соответственно, мне придется, ребята, затрачивать свои откаты для того, чтобы пробиться вперед. По-другому здесь никак, потому что, как говорится, высокоуровневые бойцы у меня еще не получили откат по времени. Там надо ждать еще, я уже не помню, там час. Час двадцать где-то так. Поэтому мне приходится действовать именно вот таким вот образом. А если бы я ждал еще час двадцать, это бы, ребят, слишком много времени было. И мне бы пришлось ложиться спать где-то, наверное, в час ночи. Естественно, вон. А, 28 минут, ребят, но все равно. Полодинства это как бы дофига. Я на откатах. Наверное, все-таки быстрее здесь все это сделаю. Вот. Быстрее мы так дойдем. Чем я буду эти 28 минут ждать? Еще неизвестно, дожду ли я. Потому что вырубает меня уже конкретно. Ну, то есть я хочу спать. Так что давай сделаем бонзай. Нашими маузерами. Так, ну, неплохо. И кожеголовый тут. На подхвате. Все. Никаких абсолютно проблем. Мне главное, чтобы мы продвигались быстрее. Так, 73 место. То есть, получается... Ну, сколько нам? 7 боев, если взять, да? 7 боев на 2. 14 откатов мне еще предстоит потратить. 14 откатов. Ну, почти половину того, что у меня есть. Конечно бы, было бы их намного больше, если бы я еще, ребята, смотрел рекламу за 10 откатов. У меня бы сейчас, наверное, было бы, если взять с начала недели, за сотку. 100 откатов, грубо говоря. Естественно, 100 откатов, это 50, ребята, боев с двумя хай-левелами. То есть, это практически 2 или 3, как сказать, 2-3 дивизиона мы просто проходим с тобой. Вот. Или же... Или же... Два высших дивизиона. То есть, это, получается, Лига Массеров 2 звезды и Лига Массеров 3 звезды. Ну, как-то так. Это приблизительно я подсчитал. Вот. Так что, вообще на изи. Ну, а я в этом смысле ограничен. То есть, у меня всего лишь 30 откатов. И вот, как хочешь, так их и дели. Я их поделю. Так. Ну, давай, Шреддер, влупляй свой суперудар козырный. Вот. Очень, очень, ребята, много всяких ваших предложений прокачивать того, сего. Даже уже Супер Шреддера классику написали тут недавно. И про Рафаэ... этого... Не Рафаэль Ролевой, а Рафаэль Ведения, по-моему. Тоже. Там дофига кто. Кто-то просил... А, кстати, я хотел сказать. Ребята, вы когда пишете там, прокачивайте Усаги. Зачем я буду прокачивать Усаги, если он у меня, ребята, уже топовый? То есть, зачем я его буду... Как я его переведу в платиновый ранг, если он уже там находится? Вы смотрите внимательно. А то вы там пишете, сделай то, сделай это, а сами даже не разобрались. Кто и где у меня в каком ранге находится. Я же вам показывал специально, что вот таких бойцов у меня не прокачаны в платиновых рангах. Вот, голосуем за них. Нет, пишут мне. Прокачай Усаги, прокачай-то. Потом Карайку. То есть, про Карайку там все я понял, ребята. Что инициатива, что у такой Карайки, что у другой, она практически одинакова. Хотя, мне почему-то кажется, что у Карайки человеческий образ инициатива будет получше, чем у Карайки змеи. Но это сугубо мое мнение. Я не проверял их. Вот, можно, в принципе, их взять вместе в команду и просто протестить. Ага, просто протестить. А что нам это даст? Кто-то один из них все равно будет ходить первым. В любом случае, мы таким способом ничего не добьемся. Не узнаем, кто быстрее. Так, раз, два, три. Ну, вот Карайка. И... Да, даже, ребята, уровень. Уровень у них разный. То есть, даже если проверять, это нужно, чтобы у них был одинаковый у обоих уровень. И у обоих прокачаны скиллы. Только в этом случае можно будет по справедливости, по чесноку проверить. А если у этой Карайки зимняя 70-ая, а у Змеи там какой-то, я не знаю, 20-ый уровень, то, естественно, ты ничего этим не добьешься. Кстати, ты смотри, у Карайки инициатива круче даже, чем у нашего кожеголового, который у нас на 100-ом уровне. Слушай, смотри, мы уже почти, почти, ребята, добрались до топчика. Круто, быстро, комфортно, без проблем. Ну да, откаты тратились. Ну и фиг с ними. А они на что еще нужны? Именно для этого и нужны, чтобы их тратить на боях. То есть завтра я спокойненько прихожу после работы и будем играть. Ну, не буст, конечно, буст уже прозевакается в любом случае, потому что это будет вечером в часов 10. Как мы обычно там приходим и кряхтим, пыхтим. Но добираемся до лиги, я не знаю, Сегунов, наверное. Нет, до лиги Мастеров. Ой, до лиги Самураев. Это лучше, что нам светит. Подожди, подожди. Какой там 23? Вы что, смеетесь, что ли? 17-24. Давай я возьму Пицелицеву, например, и нашего Вармагона. До Нателло этого еще нужно как-то, ребят, тоже дораскачивать. Но у него одна массовая атака. Именно боевая массовая атака у него одна. Поэтому, возможно, вы и правы, чтобы качать персонажа, у которого... Две массовые атаки. Мы готовы. Разобрали мы и здесь их. Так, я думаю, что еще, наверное... А, все? Все? Все, друзья мои? Неожиданно для меня. Очень быстро мы добрались. Тут еще и пауку снова падает. Так, а задания, наверное, не откатились? Неа. Через четыре часа. Через четыре с половиной даже часа будет откат. Так, а вот тут вот можно немножечко капельку? Так, вот здесь вот. Вот тут я хочу. Так, катушка с пленкой. Комикс. Дьявольские мертвецы. Это все не то, ребят. И не хватает буквально чуть-чуть. Жаль. Опять жаль. Ну и что? И все. В принципе, ребята, и все. На этом можно заканчивать серию. Может быть, ее не выкладывать? Она очень коротенькая, ребята. Получается. Очень коротенькая. Всего лишь десять боев мы сыграли. Так, у нас есть пицца. Мы можем... А, у нас и пицца, и мутаген есть. Так, Эйплил. Куна-Ича мы прокачиваем до 78 уровня. А нашего Донателла... Я кого сейчас прокачал? Я... Не, все правильно сделал, да? Все правильно. Я думал, что я Эйплил. Обычный Эйплил. Качнул. Нет. Все отлично. А вот он, Донателла, ролевой. И мы ищем... Так, семь номеров нам нужно. Один есть. Второй. И что? Так, третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. И последний, пожалуйста, дайте мне. Седьмой номер, ребят. Все. Прокачиваем до пятой ступени. Ох, е-мое. Ну, давай поищем. Видеомагнитофон. Очень, кстати, хорошо ищется. Искался. Партрет короля. Все, ребят. Дальше мне не хватит. У нас 4 пиццы всего осталось. А что тут за один? Вот что это такое, ребят? Один. Что? Я могу что-то прокачать? Или что? Непонятно. А, один. А это ДНК, что ли, один у него? Ну-ка. Ну да. Думаю, что там за один? Одно ДНК. Лишнее. Ну что, друзья. Вот, пожалуй-ка, и все. Завтра уже увидимся, я надеюсь. И будем играть дальше. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok